Воздух, которым дышат европейцы, становится лучше. Это явствует из годового отчёта, опубликованного в понедельник Европейским агентством по окружающей среде. Оно подчёркивает, что за исключением озона, выбросы вредных газов и концентрация загрязняющих веществ в нижних слоях атмосферы за последние 10 лет снижались. «Сокращение объёма взвешенных частиц в целом по всей Европе составляет 22%, — сказал эксперт по качеству воздуха Альберто Гонсалес Ортис. Снижается также уровень двуокиси азота, который образуется главным образом из-за дорожного движения. Транспортный выхлоп сократился на 24%. Однако меньший вклад в очищение воздуха вносит сельское хозяйство и отопление жилых домов. Отчёт основан на данных, собранных в 2018 году, поэтому в нём не отражено влияние на качество воздуха мер, принятых в этом году против распространения коронавируса. Когда на улицах стало меньше машин и было закрыто много предприятий, вместе с тем у агентства имеется информация за апрель. «Мы наблюдаем снижение до 70% концентрации двуокиси азота на пунктах проверки транспорта в Испании и Италии, где карантинные меры были особенно строгими», — продолжал испанский эксперт. «Но мы также отметили уменьшение объёма частиц не столь большое, как двуокиси азота, до 35% на транспортных станциях». Имеются признаки такой тенденции и осенью. В 2018 году от загрязнения воздуха преждевременно умерло в ЕС 379 тысяч человек. Но европейское агентство подчёркивает, что благодаря усилиям стран-членов и местных властей в 2018 году удалось предотвратить 60 тысяч таких смертей.